здравствуйте дорогие друзья сегодня на канале сети ножевых магазинов мейстер мейстер очередной выпуск ножевой лаборатории и мы с вами будем тестировать вот такую относительную новинку от американской компании кершин нож который называется навента ну в принципе обзор у нас на канале уже был я думаю что вы понимаете что нож такой весьма и весьма дизайнерский вот наверное правильно это будет назвать вот так а сегодня мы с вами посмотрим как вот вся вот эта конструкция в общем-то ну традиционная достаточно для компании керша то есть замок фреймлок стальная рукоять и вполне такой обыкновенный клинок из стали d2 раб будет работать в наших варварских тестов давно у нас уже что-то таких вот ножей керша в общем-то в тестах не было ну а то что они обновляют свой модельный ряд традиционно нас подвигает на то чтобы создавать тесты снова посмотреть не поменялось ли чего-нибудь в этих ножах давайте приступать так первый тест у нас это карман и открывание закрывание да у меня сегодня забавная ситуация нож не входит не потому что ему что-то мешает до конца потому что у меня просто на джинсах не прорезанный карман но вот бывает такое обязуюсь к следующему тестированию привести в порядок брюки подготовиться здесь конечно немного ну так скажем промазал с этим делом с другой стороны хочу отметить никаких проблем на самом деле с клипсой в данном случае нет она у этого ножа может быть переставлены довольно хитрым способом я в обзоре показывал как и в общем то прекрасно работает но этого и следовало ожидать что касается работы одной рукой здесь такой специфический флиппер это как бы фронт флиппер но несколько необычной конструкции по современным меркам но работает я вам так скажу что это все просто замечательные левой и правой и несмотря на отсутствие шпиньков это все можно открывать и медленно и быстро то есть в общем в принципе весьма и весьма удобный подход мне вот этот момент в ноже вообще максимально нравится потому что мы действительно очень удобно за эту работу самые высшие баллы теперь у нас имитация такелажных работа рез на весу давайте попробуем сразу так вперед толкнуть да вы знаете это прямо хорошо режет ну такой теперь классический способ тоже отлично но давайте еще раз то есть вот здесь конечно геометрия клинка такая видите прям очень внятно этот процесс происходит прям действительно комфортно и здорово ну и давайте картон просто прямо зыбест я бы так сказал это вот прямо вот отлично и на самом деле просто я не знаю режущая работа просто я не знаю 200 процентов отлично выполняется я прям даже честно говоря немного удивлен потому что не ожидал что нож с настолько очень-то невысокими спусками будет эту работу делать настолько хорошо ну тут действительно достаточно тонкий клинок явно в данном случае геометрия играет за нож с остальным тоже не промазали не просто сделали тонкий обувь на постарались сделать геометрию действительно режущей так друзья теперь у нас рез на плоскости давайте поглянем что тут знаете даже неконтролируем отлично режет то есть тут чтобы я вообще никаких сомнений не испытываю очень удобно но давайте вот все вот эти вот вещи попробуем ну да знаете вот именно ощущение легкости в этом процессе то есть не требуется какого-то особенного усилия нож шнур режет прям вот как бы давайте пушка то попробуем да ну тоже в общем вполне здесь именно требуется гораздо меньше усилий чем у среднего ножа то есть эта работа прямо вот высший класс очень удобно это все делать ну и нас к прямая вот такая рукоять в этой работе по крайней мере тоже кажется удобной сейчас посмотрим как строгание будет потому что тут у меня определенные сомнения конечно есть так теперь у нас строгание значит что тут существует по крайней мере в такой работе это прямо я бы сказал что очень лихо знаете как-то так прям геометрический пока что кстати вот и рукоять признаю в общем-то достаточно комфортно но по крайней для такой вот мелкой работы так ну-ка давайте теперь попробуем более такую толстую древесину да вы знаете делают это прямо хорошо то есть в дерево нож идет уверенно достаточно поэтому я тут проблем никаких не вижу давайте наверное еще здесь дубовая ветка ну в общем вот тут мне несколько не хватает рукояти для такого ну если бы не послал пришлось такую работу делать долго размера все-таки несколько не хватает она конечно не такая охватка и нож вот именно в этой работе ощущается тяжелым так не очень хорошо сбалансировано что не очень именно удобно ну тут в общем то я думаю что понятно почему так ведь какой баланс то есть этот момент есть но с точки зрения именно работы клинка тут все прям вообще в полном полном порядке ну теперь замок я вот недавно узнал что вообще компания керша заказывает свои ножи в китайской народной республикой это нож именно из таких не на одном производстве и поэтому собственно видимо они несколько разнятся по качеству изготовления в частности замков ну давайте посмотрим как будет на новинке потому что тут кроме как испытывать каждый нож отдельно в общем-то больше ничего и не поделать приходит точно пить удобно вы знаете вот отсутствие здесь каких-либо упоров там дополнительных например плавника флиппера оно надо сказать так влияет что нет вот этого прилета по руке несмотря на то что рукоять такая ну достаточно она что ли скользкая при ударах рука по ней двигается то есть бью поэтому таким вот хватом то есть чтобы палец большой упирался в наверший чтоб сильно далеко рука не ушла отдельно приятно что клипсы сделано так что не прилетает по пальцам в моем случае это тоже большой плюс ну и в принципе понятное дело что при такой геометрии клинка проникающей способностью ножа в дерево тоже такая достаточно приятно то есть эта работа выполняется вообще лучше чем на многих других складных ножах вот именно с точки зрения ощущений в замке с ходу по крайней мере я ничего не чувствую тут как бы несколько будет неудобно смотреть потому что в открытом положении как видите вот этот самый плавник флиппера он прикрывает положение замка но я так постараюсь посмотреть ну по крайней мере ничего похожего на люфт у нас у ножа пока что нет ну посмотрим как будет дальше в более серьезных тестах так сейчас у нас с вами будет тестирование на столкновение с металлическими сплавами сначала 5 соскальзываний на алюминий да надо сказать нож лихо туда влетает но имеет приличную массу из-за такой рукояти поэтому ситуация такая как есть ну вы знаете здесь никаких неожиданностей на клинке у нас с вами сталь d2 то есть в этом отношении все работает великолепно следы от алюминия вижу каких-то серьезных повреждения кромки о которых стоило бы говорить заметить данном случае не могу давайте отрубить провод попробуем провод провод ты могуч ты гоняешь ставит учат лично рубит прям очень так это прям классно произошло в этот раз без каких-то затыков и теперь давайте смотреть что у нас на режущей кромки а на режущей кромки у нас с вами ничегошеньки все прекрасно формальный батонинг теперь у нас ну или целевой батонинг тут у нас конечно никакой серьезной древесины не будет но обычно ничего серьезного таком действии никто и не использует то есть тут вопрос как наколоть щепок я позволю себе сегодня вот с этой деревяшечкой покончить надо уже пополнять запасы ну как видите в общем но что работу делают отлично хочу отметить что очень здорово заходит клинок именно в древесину в такой ситуации но ничего на самом деле с замком понятное дело в этом произойти не могло ну то ли дело то что будет сейчас и так что теперь так ну пока все относительно неплохо идет так 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 я сейчас достоверно не могу вспомнить но по моему у на венте толщина клинка даже меньше трех миллиметров если я ничего не путаю 90 этот нож называется по испански ну в общем я думаю что работу мы уже сделали много давайте посмотрим на результаты по крайней мере в процессе у нас ничего не сломалось да но знаете скажу так появился люфт вот он по крайней мере сразу сейчас давайте попробуем переоткрыть нож иногда такое бывает что это исчезает но в данном случае нет не исчезает ну и последний вариант который у нас есть это мне кажется что у меня не тот да никто который заряжен попробовать подтянуть осевой винт в общем я хочу потому что иногда бывает такое что все вот это происходит только благодаря раскручиванию осевого и надо сказать что да он здесь заметно раскрутился если я все правильно помню здесь в осевом узле шариковые подшипники о ну нельзя сказать что люфт исчез потому что посмотрите на самом деле будет видно пружина замка все равно двигается но некоторые изменения произошло ну давайте тест продолжим потому что в принципе нож у нас из строя не вышел хотя я бы уже здесь вот так вот наверное тот редкий случай когда я прямо скажу что мне лично кажется что тут уже попахивает штрафом за поломку потому что ну можно конечно пытаться при полной разборке выгибать обратно пластину клинка да в принципе вы нож не потеряете люфт здесь такой что он вам не помешает работать но это не его отсутствие это это гораздо более такой серьезный момент итак теперь у нас с вами тест с гвоздем напомню для тех кто наши тесты регулярно не смотрит что я здесь стараюсь просто очень быстро нагрузить резущую кромку и посмотреть как будет происходить ее изменение то есть не будет ли выкрашивание вот от такого действия потому что такое возможно иногда приводит к тому что нож от реальной работы просто гораздо более долго и начинают плохо себя вести но правда надо сказать что с клинками из стали D2 такого я что-то вообще почти припомнить не могу да появился небольшой заусенец но никаких серьезных повреждений режущей кромки как вы можете видеть у ножа нет люфт еще раз сейчас покажу видите как прям заметно конечно люфтит ну и давайте ударить теперь попробуем так удар нанес вот смотрите как прекрасно ударил в этот раз так ну сильнее чем обычно бью и так скажу вам что а на кромке изменений я по крайней мере я их не вижу а место удара вижу где-то вот этим местом бил но поломки кромки здесь нет так что за это тестирование я думаю что баллы самые высокие сейчас вы знаете испытываю такое нехорошее ощущение благодаря уже действительно длительному опыту съемки подобных тестов что ну сейчас нож можно просто доломать поэтому оставляю за собой право в любой момент прекратить тестирование ну если мне станет понятно что дальнейшего смысла ломать нож уже просто нет так ну что неплохо пластиковая деталь не повреждается при вот таких вот ударах то есть в принципе на это рассчитывать можно если что то вдруг но теперь нож так более менее забить давайте смотреть ну в общем люфт не усугубляется но он весьма значительный после выбирания древесины колотушка конечно тут ничего не поделать в общем прям неприятно вот в остальном нож в общем то ведет себя нормально но вот это конечно прям обидно честно говоря обидно вот прям за нож ну давайте теперь выбивать попробуем даже удивительно то есть понимаете вот в этой вот нагрузки похоже что замок вполне себе держит напрашивается определенная мысль которую я в выводах скажу мы ее с вами обсудим чего вот это все вот такое может значить но ну вот все таки сложился нож ну в общем я бы так сказал что тут тут есть такой блин вот все таки выбить то не получилось ну все поехали складываться что называется давайте уже вот так все друзья я бы так сказал что не уследил вот так скажем я вам сейчас покажу что случилось так уже как то надо бы достаться а то вот вынуть удалось ну в общем друзья вот в таком вот ракурсе вам постараюсь показать замок вот обратите внимание что произошло то есть по моему пружина ушла до самого упора внутрь она работает даже можно сказать что и тот люфт который был он сильно не усугубился но в общем вот такое заметное повреждение все равно осталось ну и нож складывался в общем наверное вы сейчас можете сказать что все видели сами как это было в тесте я вам сейчас скажу по поводу ощущений сразу после тестирования что я могу по этому поводу думать вот знаете друзья первое что хочется сказать после всего того что вы увидели это то что толщина клинка вот этого ножа я проверил сейчас перед съемкой вот этого заключения составляет 2,7 миллиметра и то есть это в общем действительно один из самых тонких клинков которые мне случалось видеть на ножах с замком фреймлок и вот это вот действительно так и знаете мне кажется что то что мы сегодня увидели это вот в действии та моя теория которая говорит о том что если вы хотите нож с тонким клинком то надо ставить штифтовой замок потому что штифтовому замку в общем то все равно какой толщины клинок штифт держит на складывании он может быть даже очень и очень тонким если прочности клинка самого по себе хватает то в принципе держать будет а вот фреймлоку все таки по всей видимости нужно определенное пятно контакта с пятой клинка у этого ножа которое не может быть меньше чего-то ну то есть вернее может но тогда о надежности такого замка говорить уже достаточно сложно то есть да безусловно понятное дело что это замок фреймлок то есть здесь даже когда вы получили такие повреждения когда вы возьмете нож в режущий хват вы прижмете пружину вот как я сейчас делаю и никакого люфта здесь не будет то есть работать у вас нож тем не менее дальше сможет то есть и понятное дело что идея криса рива как автора этого замка была именно в этом что даже если замок подвергается определенным нагрузкам и получает какие-то повреждения вы остаетесь с ножом и да по-своему на свое время это было здорово но конечно сказать что нас устраивает вот такой подход сейчас ну когда у вас может быть вот такое когда клинок например гораздо тоньше а при этом вообще никаких вариантов складывания этого ножа не запрограммированного пользователем так скажем вообще в принципе нет ни при каких работах надо сказать что и работает он может выдержать достаточно много но только если вы прямо штифт уже не сломаете который тут ну да пускай не самый толстый но сломать его гораздо сложнее чем довести нож до такого вот состояния с люфтом ну допустим при вот такой конструкции замка фреймлок в общем я думаю что вы сами все понимаете в этом отношении что касается навенты хорошего здесь следующее это отлично режущий нож по крайней мере судя по результатам наших тестов который довольно таки недорого стоит и имеет определенный такой интересный дизайнерский внешний вид я честно говоря в том что он будет хорошо резать несколько сомневался но нет результаты теста показывают что режущую целевую работу он отрабатывает нормально ну и какую-то такую знаете умеренно тяжелую он тоже вполне себе выдержит но конечно вот эту выборку древесины колотушкой ну в общем ничего удивительного существенная часть ножей изготовленных вот таким вот способом эту работу не выносит хотя бывают вот такие которые ну скажем так вообще выносят его как будто без всяких последствий но на авента это не такой нож с вами на канале сети ножевых магазинов мейстер-мейстер был заливаха надеюсь что вам это было интересно большое спасибо за просмотр пока 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 пока